Музыка Всем привет, с вами Brain First и мы продолжаем проходить игру Silent Hill 2 В прошлый раз мы закончили на том, что сохранились на ресепшене в Брокхауэн госпитале Напомню, что это госпиталь был построен от чумы в каких-то далеких годах, видимо, лет сто назад, судя по тому, что тут все сломано Но на самом деле никакой тут эпидемии, никакой чумы не было На самом деле люди начинали что-то видеть, что-то каких-то монстров Их как душевно больных или психов начали запирать вот в этом госпитале и лечить, лечить, лечить всеми возможными способами Вот так вот, такой вот у нас госпиталь, Брокхэвен, появляется он аж в целых двух играх Это небывалая роскошь Silent Hill 2 и Silent Hill 3 Вы можете увидеть в них этот замечательный, интересный госпиталь Я уже знаю его как своих пять пальцев, но все равно, все равно я хочу посмотреть, вдруг я пропустил какую-нибудь дверь И я точно знаю, конечно, что они не открываются все, но проверить-то не мешало Все-таки я иногда путаю Silent Hill 3 и Silent Hill 2, поэтому не помню, где какие В разных играх открываются разные двери Итак, мы поднимаемся на второй этаж, тут нас ждет новый монстр, дорогие друзья Это медсестра, медсестра все, она делает У нее в руках труба И она, в принципе, может не слабо на дымах Ну что, немного расскажу, да, что это за монстр такой медсестра Откуда она делась В принципе, изначально медсестры были в каждой игре, да, начиная с первой То есть, там это было что-то типа отражения Олесы Когда ее собственная мать подожгла ее в собственном доме Вот За ней ухаживали медсестры, и поэтому это отложилось в ее памяти И поэтому мы видим этого монстра в Silent Hill Так, это мужская раздевалка, только вот что-то я забыл, что я здесь должен сделать Не открывается дверь, что ж я должен Я точно помню, что я должен что-то здесь взять Ну вот, не помню, к сожалению Лежит журнал, от него никакой пользы Ха, Джеймс, ну не знаю, может быть Тебе как-нибудь в туалет там захочется Или еще что-то Пользу всегда можно найти, или от журналов Итак, здесь собираем мишку Мишку, где твоя улыбка Полная задора и огня Иголочка Видимо, этому мишку оставила Лора Которая тут бегает, носится и по госпиталю, и по всему А, вот самая сладкая, дорогие друзья Дробовичок Дробовичок Что он делает в женской раздевалке, не знаю Может быть это отражение мыслей медсестер Что допустим Парни, да, часто подглядывали Медбратья подглядывали за Может быть раздевалкой И они хотели как-то защититься Но не знаю, не знаю Возможно, возможно и такое Вот Да, ну вы спросите, да В Сайлент Хилл первом Были как бы и меддоктора, и медсестры Что за фигня, почему так А это уже отражение мыслей Сайлент Хилл 3 Все-таки Шерилл забыла, видимо Что меддоктора были И оставила только медсестер И вот смешение Сайлент Хилл 1 и Сайлент Хилл 2 Привело вот к таким типам Медс... Тьфу, блин Сайлент Хилл 3 и Сайлент Хилл 1 Вот таким вот медсестрам Которых сейчас Случайно видит Джеймс Ну возможно В этих медсестрах есть что-то А Джеймс все-таки За его женой, наверное, тоже Как бы ухаживали И Всяческие медсестры И поэтому Вполне возможно За это и его Тоже монстры В общем Намешано Намешано у них всякого Убиваем еще одного манекена Проверяем дверь Закрыто Ищем предметы Ничего тут нет Тоже дверь закрыта Вот, ладно Идем дальше Проверяем 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 Так, тут ничего интересного Хотя там, по-моему, что-то лежит Типа патронов Или что-то Ну, Джеймс говорит Ничего интересного Значит, ничего интересного И вправду нет Какие-то бумаги Разбросаны Бумаги Бумаги Тоже, может быть Понадобится потом Так Что ж, давайте проверим двери Там один заперто Я кого-то там слышу Кто-то скрипит Не бей ты дверь Входи мне Джеймс Глупый Джеймс Забираем Патроны И лазурный ключ Или, по-моему, там не патроны были Я, к сожалению, просмотрел Что там было Ладно, главное Это лазурный ключ Это второй ключ Который нам нужен Сейчас нам нужно получить Еще Два кодовых знака Чтобы открыть Чтобы открыть Коробку, да Которая позже появится На третьем этаже Мы сейчас Еще только на втором Выпиваем медсестер Рытью медсестру Даже анализы не могут принять Тут еще кто-то Давай подходи На На, по кочкам На, по заточкам Все, готов Ва Готова Так Где же тут Джеймс Ну, бери Бери Патрон для пистолета Так, еще что-то тут есть Джеймс смотрит Вот, блин Мария, она мешает Джеймс смотрит на ее сиськи Я не могу понять Или сиськи это Или хилка А, вот, хилка Хилка, хилка Еще пропустил Но я что-то не заметил Что там все в куче было Посмотрите Какой беспорядок В палате Какой-то кошмар Просто Ай Ну, видимо Тут давно уже Никто не перебирался Еще со времен Еще со времен Третьего Сайлент-хилл Зачем-то я Принялся проверить Лифт Ключа у нас нету От лифта Поэтому Пока что Придется нам Побегать Поискать Последняя комната На этом этаже Здесь Медсестра На 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 Патроны для пистолета Что еще Что-то еще Что-то Джейм смотрит Ага Хилочек Лечебный напиток Приятно 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 Даже очень Так Ну, сейчас Нам Нужно Как вы помните Мы забрали Ключ из кровавого халата В морской комнате Да От Первого этажа Там Есть специальная комнатка Типа отдых для врачей Или как-то так Комната отдыха для врачей Там Вы поняли Да, о чем я Вот Давайте сходим И ее откроем Да, вот Комната для осмотра Ага Что здесь По-моему Здесь ничего Нету Кроме каких-то Документов Ага И Марии Которые Мешаются Опять Под ногами Тут Так Что еще Здесь Трон для дробовика Ага Документы Разбросаны Ничего Интересного Действительно Третий этаж Крыло Пациентов 7335 Надо запомнить Этот код И Теперь мы можем Смело подниматься На третий этаж Только для еды Лекарства Не хранить Да Как я и сказал Видимо тут Что-то типа Обедали Или Завтракали Или ужин Или врачи Там И медсестры И прочее В общем Такая комната отдыха Я уже это говорил Третий раз Уже сказал Поднимаемся На третий этаж Код у нас есть Так Это второй Джеймс Не тупи Давай на третий Заходим Еще где-то тут Медсестры Но у меня тут Мария Прям